ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ А-а-а! Ну-ка, иди сюда. Уходи. Во! И... ПЕЦ. А чё меня развернуло-то? Так, хорошо, судя по всему, я теперь там могу пройти, да? Или не могу? Скорее всего могу, потому что иначе на кой хрень я, в принципе, это делал? А чё опять лагать-то начало? Ведь умоляю, 40 фпс в амнезии. Непонятно. Ладно, потопали вниз. Просто потопали... Эть! Да и в этот раз я не смог перепрыгнуть. Зараза. Да, мне не особо-то туда и надо. Я думал, надо будет застопорить этот механизм, и там уже дальше куда-то пройти. Но нет. Хорошо, тогда вернёмся назад. Так... Так-так-так. А чё у нас было по журналу последнее? Погоди, мне так чисто вспомнить. Насосы для подачи в итоге к разрыву труб взрыву резервуара. Окей. Моя первая забастовка называется. Это воспоминание последнее. А, ну да, смотри, здесь я уже затопила. Всё пошло... Всё становится очень-очень плохо, и мне бы отсюда... Что? Каныжная? Я даже слово-то такое не знаю. Блин, я пока эту амнезию машин Фэпикс проходил, я столько много новых слов узнал. Прям капец. Сюда нельзя. Куда можно? Сюда можно? Каныжная. Что я сделал? А, я их всех к ренам затопил, а теперь пустил это самое электричество по воде. Ну да, конечно, вон они все и передохли. Ой, главное теперь не убиться. И раз! О, хорошо. Пульт управления... С виным конвейером. Что я сделал? Свеща зажигания. А, нет. Насосы для подачи охлаждающей жидкости. Господи. Ну извините. Мне так надо. Ай, ладно. Пошло все по звезде. Ай! Что такое? Понятно. Меня шарахнул. Ай! Слышь, собак. А мне это не тронуть уже? Оно под напряжение там вся эта панель. Тогда давай ломать эту панель. Хорошо. Хорошо. Замечательно. И опять все искрит. Смотри, там проход открылся. Может, мне теперь назад предлагают? Скорее всего, да, потому что здесь больше... Я тебя знаю, машина. Я знаю, чего ты боишься. Я обрушу дождь из экспериментов на твою душу. Я тебя уничтожу. Слишком поздно, Мандус. Мой великий труд начинается. Ага. А, тут все. Тут электричество уже пропало. Ну и хорошо. Так открывай совсем-то до конца. Че ты это, перестал? Нет? Ладно. Такое затишье. Опять, как обычно, затишье. Никакого растащительства. Потому здесь разнообразные ошметы и внутренности просеиваются и сортируются, чтобы вернуться в мир таким количеством способов, которые даже представить сложно. На этом участке продукт переезжает через лезвие, которое разделяет его надвое для мясницкого стола. До тех пор он хранится в холодильных камерах под зданием и тепло, производимое при замораживании, идет в трубы и щели этих комнат. Именно поэтому мы, друг мой, можем сидеть тут зимней ночью в рубашках и жилетах, но без пиджаков и без огня в камине, обсуждая наше великое предприятие. Тепло в наших животах и пальцах ног обеспечивают животы и пальцы, что даже сейчас проходят через пар, огонь и ножи у нас под ногами. Отлично. Во, коныжная! Давайте хотя бы посмотрим, что это такое. Ядрить колотить. Детишки! Ладно, зато теперь я знаю, что такое коныжная. Свет опять моргает. Кто там? Свинтус! Ядрить тебя в плинтус! Опять ошмёточки, ошмёточки, ошмёточки. Да, вот, блин, ладно. Давай повисим на лестнице и почитаем воспоминания. Почему нет? Нет, не хочется, надеюсь, доставать книжку. Тогда мы спустимся вниз. Ага. Так, путь к коныжную. Теперь она смертельно ранена. Я в этом уверен. Она больше не свистит. Я чувствую, как она дрожит возле меня, как раненый зверь, прижатый к земле. Я чувствую, что она меня боится. И я её ненавижу тем больше, чем больше ненавижу себя за то, что запустил её. Крой бьёт в висках. Мои зубы стучат. Меня тошнит. И меня бьёт от злоб. Я ангел смерти, спустившийся, чтобы облегчить рождение ради смерти двух других, которые придут позже. Ангел смерти, вон. Херня-то из-под коня очень-очень глупая. Я снова здесь, внизу у ступеней. Красным огням детской комнаты. Закат солнца в окне, как кровольное небо. Горизонт, как разъюнутая пасть и сонная тьма, готовая высосать из нас вину. Я всего лишь человек с лицом ягуара. Я змея, покрытая перьями. Это моё духовенство. Я могу с ним познакомиться, с вашим великим инженером. Как замечательно. Должен признаться, мистер Мандус, моя радость почти безгранична. Да, я вижу. Пройдёмте сюда, профессор, я буду прям за вами. Мандус. Мандус, где вы, чёрт побери? Я ничего не вижу, Мандус. Мандус! Мандус. Мы свиньи, профессор. Мы все свиньи. Опа. Кто-то там стоит. Или мне кажется. Детишки, детишки. Здорово, детвора. Вы заимучили, я за вами всю эту самую, всю игру гоняюсь. Да-да, я понял, у вас там есть сердца. Что за фигня здесь творится? Воу. Жестичок. Ладно. Теперь я поднимаюсь неподвижно. Голубая вода течёт по моим венам. Теперь я чист. Я ношу нож этой фабрики, миску этого завода. Я пришёл, чтобы забрать вас от печи и с полей. Я соберу вас в белые облака, я соберу вас и заберу домой. Кровавый бассейн, что может быть чудесней? И причём я ещё и по этой луже крови, по этому кровавому озеру могу уходить, окей, Иисус по воде. Здорово. А, или нет. Ой, здрасте. Я не хочу туда идти. Оно мне не надо совершенно. Я нормальный, адекватный человек. В отличие от нашего главного героя. Ладно, пойдём в лифт. Ить! Услышь меня, Мандус. Мои шестерёнки подкручены, мой пар набрался. Скоро я пролью эти синие воды и разобью Исо, Адам, свою душу, и будет великий огонь, который может очистить мир. Гордись своими деяниями, пока ты не окунул меня в собственную кровь. Я был лишь прогнившей архитектурой. Ты создал меня, и я создам мир заново. Прикольно. Машина со мной разговаривает. Сезам, откройся. Спасибо. Так, здесь никого? Никого. Хотя, пятачок же у нас вообще, по-моему, то ли призрак, то ли херово-найчего. Хотя он из мяса и кровища. Но вполне себе может появиться просто из ниоткуда, вопреки всякой логике. Читал его. Во сне я гуляю со своими детьми. Я иду по тоннелям, где раньше не ступала нога человека. В этом я уверен. Теперь только он и я. Инии на рукавах пальто, мертвецкая тишина, ледяной воздух, говорят о том, что я уже близко. Ма-ла-дец. Открыть можно? Нет. Там дверь приоткрыта. Возможно, здесь недавно... Но зачем ты забрал моих детей? Я, Мандус, из всех тех крек крови, что мы пролили вместе, первые капли упали с твоих рук. Опа. Тогда я проклят за тетоубийство. И все потеряно. Это был очень тихий скримак. И заметил я его вообще совершенно случайно. Его вполне можно было бы и пропустить. Че такое? Кто орет? Вроде все тихо. Питюня? Питюнь, ты здесь? Ладно, 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 я ухожу. А че случилось-то? Погоди, дай назад вылезу. Там был кто-то или че? Там какая-то хрень моргала. Блин, а хрень уже не моргает. Ну и ладно, пойдем тогда вниз. То я просто подумал, что кто-то сейчас откуда-то погонится. Надо будет сильно быстро бежать. А оказывается, вот как. Можно было остаться и посмотреть. Блин, вот эта вот огромная хрень. Не знаю, что это. Какой-то резервуар. Знаешь, на че похож? На предохранители. Только я в сильно увеличенном размере. Которые мы в самом начале игры чинили. Мне сюда? Перерабатывающий завод Мандуса. Распределительные баки с жидкостью органов ход для служебного персонала. Погоди. Да я посмотрю, что еще здесь есть. А потом мы уже пойдем тут. Туда. Свет моргает. Питюнь, ты где? Ой. А вот че это сверкало. Ты смотри, там этот самый. Там какой-то электропятачок бегает. Смесь имнезии биошока. Че-то вроде этого. Детвора поют. Пойдем. Ну опять двадцать пять. Ай. Пугает почем зря совершенно пустым местом. Здравствуйте. Так, сюда нельзя. Я видел... Блин, не нравится мне это место. Ну да, конечно. Все пропало. Включить. Ага. Тихо, тихо, тихо. Да-да-да, я понял. Там уже кто-то бежит. О, здорово. Включить. Есть. Да будет свет. Ничего серьезного. Это должно было быть сложно. Ладно. Перерабатывающий завод Мандуса. Дверь закрылась. Электрогравитационное подавление Южная башня. Электрогравитационное. Прямо так. Южная башня. Пойдем. Так. Ёптер. А лишь чтобы спасти вас, а лишь чтобы избавить вас. Я бы отдал свою душу, чтобы избавить вас от этого мира и его глины. Кубики. О, дети мои, дети. Что же я наделал? В кого я превратился? Ты ни в кого не превращался. Ты всегда таким был. Не понимая таких душевных излияний, очень часто... Я все исправлю, родимый. Все мои плохие поступки исправлю. Я смою себя все грехи. Ага, конечно. Очень часто бывает так и в фильмах, и в играх, и какой-нибудь пиздюк, который всю жизнь был пиздюком, что-то сделал, потом вдруг осознал, говорит, в кого я превратился. Превращай-ка ты, бляха-муха. Дарва. Так, че у нас здесь? Воспоминания. Они всплывают, как раздутые тела среди отбросов темзи. Смотрел на них, покрытый кровью их мертвой матери. На поросят, верещащих среди пеленок, мое сердце снова преисполнилось великой любви и такой себе поглощающей ненависти, которую я даже не мог себе представить. Раскололась ли моя душа именно тогда, создав его? Было ли то яйцом моей души, моментом, когда затикали великие часы? Неужели, чтобы спастись, я должен воссоединиться с ним, замкнуть великий круг и снова принять безумство в свое сердце и простить его, а заодно и себя? Свободен. Я люблю вас, мои родные. Я прошу прощения за все то, что я сделал. Я просто слишком сильно вас любил в этом мире. Так. Вот опять. Мандус один. Мне нужно наставление. Совет помощи в достижении цели. Но взамен система издевается надо мной. Она говорит, дурак, теперь ты должен найти свои собственные ответы. Мандус, отложи свой бессмысленный крестовый поход и позволь мне спасти их. Ты можешь меня ненавидеть, Мандус, но я видел будущее. Вам 20-й век. И вот что я тебе скажу. Вас там ждет еще большая бойня. А сейчас я пытаюсь спасти этот мир АМФО кровью до того, как миллионы падут жертвой истории от клинков пули газа. Свет, не моргай. Не страшно. Где ты? Так, и сюда. Здесь же явно какой-то проход вон, видишь? Но для начала надо открыть шлюз. Ладно. Предохранитель валяется. Вон, кстати, видишь, предохранитель лежит. Ну вот, точь-точь какая-то хрень, только маленький и скукоженный. Приплюснутый. Не вытянутый, короче. Вау! Что за херня здесь творится? Ага, назад не пускает. Ну вот, опять сейчас эта электросвинья вылезет. Да-да, привет. Пойдем, пойдем со мной, пойдем. Ай! Поворот. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Поворот. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Еще поворот. Замечательно. Да, слышь! Пятюня, блин, ты не охранял телепортироваться? Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Я в тупике, я умираю. Давай-давай, восстанавливай хп Быстро-быстро-быстро, отлично, бежим Ай, сука Я тебе реально говорю, это свинья из биошока сбежала Давай я попытаюсь просто мимо него проскочить Тыц-тыц-тыц-тыц Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц Куда-то я вдоль левой, опять я в тупике Ага, во Хорошо До свидания До свидания, лошара Хотя он же может телепортироваться Ядрить-колотить Вот так нечестно, так просто нечестно Так, что за адская машина Сатанинская херня Сердце колотится Че сердце-то колотится, все в порядке же Верни мне, пожалуйста, нормальные глаза Ой, блин, ладно, давай отойдем отсюда Чудо-трава меня отпустило Слушай, а там вон, может мне это забрать надо? Видишь, сердишко висит Ну-ка, давай Эть! Нет, нельзя Ладно, тогда дай отсюда отойду, потому что Вот эта хрень, она очень печальная Ага Так, где-то висел этот Как его? Не висел, а лежал Предохранитель Понять бы только, в какую дверь Здесь нет В какую дверь выйти, чтобы его найти Наверняка вам понадобится, чтобы что-то где-то включить А может быть и нет? Да нет, везде все закрыто О, поехали Это что за? Чуть за хрень Главное, слышу Звуки издают Монотонные Каждый на своей волне Точно Сейчас какой-нибудь жесткий звуковой резонанс Как создадим Как все развалится здесь к херам Такое вполне возможно Теперь ты попалась, чудовище Я тебя уничтожу Остановите его Остановите его Убейте его Все кончено Настало время покончить с этим безумием Походу мне теперь вниз Все кончено Говорит Остановите его Это он армии своих этих самых пятачков приказывал Слезаем Здесь вроде никого Ой, детишки опять поют Сейчас меня начнет накрывать Смотри, где что-то поменялось Да? Да Ладно Ага Боже, помоги мне Я потерялся в черт Свои в бумажной душе мира Мандус Слушай свое сердце Ты знаешь, что ты со мной Ты создал меня, чтобы спасти мир Я твой друг Да вот еще О, смотри Вон он Так Открыть нельзя Живой? Ну, хотя, конечно, живой Он же как-то со мной разговаривает А мне надо что-то с ним делать Или туда-назад Здесь вроде как ничего нигде не это, да? Да И опять у меня Какое-то ватное управление Опять персонажа Ладно, пойдем тогда туда Просто пойдем назад Лежи, не вставай только Тебе фонариком по голове уебу Будешь знать Прошу тебя, Мандус Я не больше излучен, чем ты сам Мы желали того же Спасти человечество И избавив людей от их мучительных Жалких И бессмысленных жизней Мандус Остановись Подумай о том, что ты творишь Ради своих детей, Мандус Не говоря о моих детях Чудовище Мандус Я не убивал твоих детей Я принес их в жертву На ступенях храма Зная, что грядущий век Сделай с ним Твои сыновья Утонут с полными легкими Илой и шрапнели На берегу суммы Ты хотел Спасти их от грядущего Ужаса Мы так думали оба Мы построили все это Лишь чтобы предотвратить Эти кошмары Ты и я Мы одно и то же Наши души переплелись Мы достойны освободить их О, опять детишки Тоже исчезли Японский був Папа Я стоял по коленям Грязи полной костей Мои легкие наполнялись Горчичным газом Я видел как пали Два моих брата Я лежал со священными воинами И трахал осенний дождь Да вы месси и дроженец Я рыл траншеи для беженцев Я убивал диссидентов В вечной мерзлоте И морил голодом Массы ради веры Тень ребенка Отпечаталась На кладке Целый дом черепов В джунглях Невинный Невинный Мандус Попранные Обиженные Отравленные Газом Побитые Убитые Порабощенные Грядет ваш век Они съедят их Мандус Они превратят вас Всех в свиней Они вопьются в ваши ребра И сожрут ваши сердца Музыка зачетная А вот и детишки, кстати Один справа, другой слева Мандус, прошу тебя Нет, ради своих детей Куча предохранялок Ага, здравствуйте Суровый Средневековый Дентист Ну поехали, давай Я нажал большую кнопку Просто потому что Мне больше дел Это и нечего было Готов Если здесь сейчас Не играет никакая музыка Я не виноват Мне пришлось ее вырезать За нарушение Авторских прав Ну даже если придется Вырезать Я сюда что-нибудь Из своей музыки поставлю Подходящей по смыслу Давай посмотрим Финальную киношку Я лежал там И смотрел Как умер созданный мной Бог В конце Когда мы себя Кощенели Как камень Из которого Было высечено Его тело Когда огни погасли Мы слышали Как неподалеку Люди-свиньи Пели друг другу Затем Когда последние Огни погасли Мы лежали вместе В глубине Они ушли И все стало тихо Какую тишину Я никогда не слышал И пыль садилась На мои открытые глаза А мы лежали вместе Обнявшись навсегда Я услышал В милях Над нами Звук Перевернувшегося Во сне города Зазвучал церковный звон И в тот момент Зародился Новый век Опять детвора Амнезия машин для свиней Открыто достижение Сердце Компьютерная игра Разработчиком Который выступил Студия Чайный срун Издательный фрикшн Да-да-да Ой Это Ну это уже не амнезия На самом деле Это не амнезия Чувствуется Так Сейчас я потише сделаю Чтобы она меня Спасли не сбивала Реально чувствуется Что это уже Отчасти Не знаю Наверное чуть не наполовину Уже попытка Просто нажиться Она в успехе Первой амнезии От хоррора Здесь вообще уже Практически ничего не осталось Но я получается За всю игру Один раз только так Нормально перепугался Когда это было Совершенно внезапно Неожиданно Вот А дальше уже так Вот сейчас вот под конец Вы сами в принципе Уже видели Я бегал просто Пофигу Бегал наверное По большей части Просто чтобы Пробежать Потому что Сначала вроде как Еще что-то было Так непонятно Ты приходишь Там происходит Какая-то непонятная Пижня вокруг Да Ты пытаешься Разобраться Что вообще здесь творится Почему Как Зачем Все происходит А потом Когда ты Вник в сюжет Понял Че откуда Растет Что это за Манду За машиной И так далее И тому подобное Че это за Человека-свинья Ну Все вот эти вот Душевные терзания Главного героя Реально Сколько раз Мы уже видели Подобное И в фильмах И в играх Да и В истории Нашей Человеческой Сколько Было Таких Персонажей Которые Натворят Там Всякую Херню Потом Вдруг Внезапно Осознали Ужаснулись Резко Принялись Исправлять Пытаться Исправить И в итоге Получился Не знаю Если не пиздец То лучше Уж точно Не стало Хотя Нельзя сказать Что игра Прямо Так Плохая Если бы Она была Прямо Совсем Плохая Я бы Наверное Даже И проходить До конца Не стал Но Она Какая Не знаю На фоне Вот Первой Аннезии Она Просто Пресная Ну Вот Пресная И все Прошел И забыл И никакого Ни следа Ничего Она даже Близко Не оставит И Вспоминаться Вряд ли Будет Прошла Забылась И все Ну и ладно В общем С Аннезией Тогда ребята Мы окончательно Бесповоротно Разобрались Будем Искать Какую Нибудь Другую Харарюгу С верой И надеждой На то Что она Будет Наполнена Не только Философскими И псевдофилософскими Бреднями Окончательно Поехавшего Психопата Ну и Более Каким-то Насыщенным Наверное Сюжетом Смыслом И в конце Титрах Выкинула Меня На стартовое Меню Да С Аннезией Ребята Разобрались Всем спасибо За просмотр До новых встреч Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова